Помилуй нас, Господи, помилуй нас всякого бответа, недоумеющего, сиюти молитву, як о владыце, грешни и приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Честное пророка Твоего, Господи, торжество, небо церковь показа, с человеки ликуют ангели. Сегодня день Георгия Победоносца, поэтому в этот день мы всегда собираемся крестным ходом, идем от храма всех святых сюда, для того, чтобы отслужить здесь молебен и панихиду по всем воинам, погибшим в Первую мировую войну, потому что тот полк, который построил этот храм, 146-й царицинский, практически весь погиб на фронтах Первой мировой войны. И сегодня мы об этом, к сожалению, забываем часто, но вот мы стараемся такую традицию поддерживать в городе Ямбурге, приходить сюда, служить панихиду, служить молебен. И желаем этот храм восстановить, хотели бы очень, потому что, конечно, то, что на сегодняшний момент в алтарной части храма находятся туалеты и раздевалки спортивной школы, конечно, мы хотим для детей построить новые туалеты, чтобы они не остались без туалетов, нам нужна помощь, потому что, конечно, недопустимо, чтобы в том месте, где служилась божественная литургия, чтобы в этом месте были душевые туалеты. Это, конечно, как бы такое осквернение святого места, которое может на нас всех ложиться отпечатком, на всех жителей города, вот поэтому мы хотим, конечно, исправить, хотим исправить это недопущение, и чтобы в этом месте был снова храм. А вот Андрей, он представитель фонда по возрождению полкового храма. Да, наш фонд создан два года назад, мы уже проделали большую работу, но мы все равно в начале пути, мы будем добиваться возрождения Георгиевского храма. Вообще, День Святого Георгия – это был праздник городской города Ямбурга до революции. Из четырех тысяч жителей две тысячи составляли военные, то есть вот прихожане храма Святого Георгия, поэтому праздник Святого Георгия очень широко праздновался в Ямбурге. И мы хотим возродить эту традицию празднования Дня Святого Георгия и восстанавливаем этот храм как храм-памятник всем погибшим воинам, связанным своей службой с Ямбургом Кингисеппом. То есть это и Ямбургский гарнизон, и также советские воины, которые тоже жители нашего города, которых мы тоже поминаем, и которым благодарны за то, что они положили свой живот за нашу жизнь, за наше счастье. И здесь, когда храм будет восстановлен, будут восстановлены мемориальные доски, и в этих мемориальных досках мы обязательно всех вспомним. Все подразделения воинские, и русской императорской армии, и советские воинские части, которые связаны с нашим городом, и которые защищали нашу Родину. Ну а на какой стадии сейчас этот вопрос по восстановлению храма? Есть какие-то трудности? Ну, мы идем своим чередом, завязанным мы, конечно, на работе спортивной школы, и мы не можем допустить, что дети испытают какой-то дискомфорт, чтобы спортивная школа работала нормально, благополучно. Мы делаем вынос этих, за счет фонда, вынос этих душевых и туалетов в другое место под балкон. Разрабатывается проект, сейчас будут подписаны договоренности, фонд профинансирует эти проектные работы, и мы надеемся, что в скором времени по этому проекту будет произведен вынос этих туалетов в другое место. Таким образом, святой алтарь будет освобожден и будет использоваться по своему назначению. И хочу сказать, что это единственный храм на территории северо-запада России, где на данный момент находятся туалеты и душевые. Конечно, это, как правильно сказал отец Тимофей, очень сильно отражается на духовном здоровье города. Поэтому, может быть, кто-то и не очень сейчас это осознает, но мы все должны к этому прийти и осознать, что действительно это не просто так, это действительно нужно произвести этот вынос и как можно скорее произвести. И нас поддерживает владыка Митрофан и молится о том, чтобы скорее это событие совершилось. И у нас достигнуто понимание с руководством города и с руководством Ленинградской области. И мы надеемся, что общими силами, наконец, нам удастся выполнить этот святой долг. И перед памятником истории культуры, и перед нашей христианской верой, и перед всеми жителями нашего города. Извините, а можете сказать, вот здесь раньше был храм, и вот сейчас панихиду служат. Вы за то, чтобы здесь восстановился храм или нет? Я не знаю, тут двоякая, тут же детки все-таки занимаются, им тоже заниматься надо. Я сама в этой школе спортивной. Храм у нас есть, зачем еще это? Ага, ну здесь, в принципе, был всегда храм. То есть вы отрицательная, поэтому... Нет, я не могу сказать, что отрицательная, я очень толерантно к храмам отношусь, и как бы и семья моя вся верующая, поэтому я не могу не сказать ни за, ни против. Я говорю, тут ситуация двоякая, просто. Понятно, спасибо. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, помилуй нас.